24 марта по решению Всемирной Организации Здравоохранения отмечается Всемирный День Борьбы с Туберкулезом. Вы знаете, что туберкулез – это социально опасное заболевание, и для того, чтобы его победить, для того, чтобы с ним бороться, необходимы усилия как всего общества, так и каждого из нас. Какие же это усилия? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Тольяттинского противотуберкулезного диспансера и Лада Барышникова, главный внештатный специалист, детский фтизиатр Министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Мы работаем в прямом эфире. Телефон наш 202-11-22. И сегодня наши гости, как обычно, отвечают не только на мои вопросы, но и на вопросы зрителей. Звоните, пожалуйста, если у вас такие вопросы и есть. Итак, сегодня мы накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом говорим, конечно же, об этом заболевании. Игорь Леонтьевич, вот судя по информации, которая общедоступна, ситуация эпидемическая под туберкулезом в Самарской области улучшается. Так ли это на самом деле? И вот как прошел 22-й год? Наверняка вы итоги уже подводили. Это действительно так. И после пика эпидемического неблагополучия по туберкулезу, который пришелся на 2011-2013 год в нашем регионе, мы отмечаем положительную динамику уже многолетнюю. И вот за эти годы в целом, вот можно сказать, что у нас и заболеваемость туберкулезом, и распространенность туберкулеза снизилась более чем в два раза. А если говорить о смертности от туберкулеза, она снизилась более чем в восемь раз. И сейчас уже не один год ниже, чем аналогичные показатели в Поволжском федеральном округе и по Российской Федерации. Такая же тенденция сохранялась в 22-м году. И если говорить о таком серьезном показателе, как смертность от туберкулеза, то в сравнении с 2021 годом снижение этого показателя было до более 20%. И нас, конечно, это очень, с одной стороны, радует, с другой стороны, это настраивает нас на дальнейшую работу в этом направлении. Потому что за этими показателями, за улучшением эпидемической ситуации по туберкулезу стоит большая работа. С одной стороны, нас, медицинских работников, и врачей, и медсестер. Но и здесь очень важна позиция нашего населения, наших граждан. Потому что, действительно, вы абсолютно правы, туберкулез – это социально значимое заболевание. Без усилий со стороны общества в целом было бы невозможно добиться тех результатов, которые на сегодняшний день имеются в Самарской области. То есть не только заслуга медиков, да, то, что у нас ситуация улучшается? Абсолютно. А какие-то цифры можете назвать? Сколько у нас в базе сейчас по Самарской области? Ну вот могу сказать, что вот в настоящее время у нас в Самарской области, то есть есть заболеваемость за 2022 год. Она считается в показателях на 100 тысяч населения, случаев. Она ставила 39,9 случаев на 100 тысяч населения. Вот, и чтобы было понятно, сколько это… Да, лучше. Вот, то министр здравоохранения Российской Федерации Мурашко Михаил Арбертович, он поставил задачу перед всей страной к 30-му году добиться снижения заболеваемости. По сравнению с 15-м годом, 15-й год принят за базовый, снизить на 50%. Так вот, если мы берем заболеваемость 2015 года в Самарской области, она была 77,3 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас 39,9. А если мы, скажем, снизим наполовину, как вот от нас требует министерство федеральное, она будет 38. То есть мы почти… Ну почти уже, да, выполнили задачу. Да, почти вышли. Но мы-то хотим и большего, естественно. Вот, то есть, вот, собственно говоря, то есть мы следуем в русле вот этой ситуации. Но, опять же, я хочу сказать, что здесь не только должны быть усилия медицинских работников, но и должна быть определенная позиция, я бы даже сказал, гражданская позиция населения. Чем характеризуется вот Самарская область, вот, ну, по сравнению, скажем, с другими регионами. У нас очень высокий охват профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез. И причем это для нас уже характерная особенность. И, конечно, это является важнейшим фактором в плане предупреждения с временем выявления заболеваний на легкой, на самых начальных легких стадиях. А если уже говорить, ну, я не хочу тут уже, как бы, на стезю... На чужую территорию. Да, говорить о детях, я думаю, тут вот Анатольевна намного лучше меня скажет. Да, как раз хотела перейти к детскому населению, тоже очень интересно. Да, если говорить о детском населении, то, конечно, дети во всем, во всех вопросах зависят от взрослых и в вопросах инфекционной безопасности в том числе. Конечно, эпидситуация по туберкулезу среди детского населения напрямую зависит от эпидемической ситуации в целом в обществе. И если вот мы видим благоприятные тенденции в целом, то, конечно, мы отмечаем те же самые положительные тенденции в ситуации с детским туберкулезом. И здесь ситуация такова, что туберкулез у детей в последние годы превратился в статистику малых цифр. То есть по итогам 2022 года у нас в губернии заболело туберкулезом 24 ребенка, это дети и подростки вместе взятые. То есть это говорит о чем? О том, что в отношении детского населения выстроена очень такая стройная гармоничная система противотуберкулезных мероприятий, которая имеет абсолютно профилактическую направленность. И вот вся система противотуберкулезных мероприятий в отношении детей, она в принципе является образцом профилактики в сфере здравоохранения. То есть наша задача не просто выявлять туберкулез у детского населения, а наша задача выявлять среди детского населения лиц с повышенным риском заболевания. И в отношении вот этой группы детей и подростков осуществлять максимально полный объем мероприятий профилактических, своевременных осуществлять, и задача, чтобы предупреждать каждый новый случай туберкулезу ребенка. И мы видим, что в общем-то общество опять же в целом успешно с этим справляется, потому что без приверженности, как мы говорим, родителей к выполнению вот этих профилактических мероприятий, такого результата мы бы не достигли. Поэтому наши совместные усилия и мероприятия медицинских работников, их разъяснительная работа, неустанная, бесконечная, которая, как мы видим, имеет свои результаты. И вот мы имеем такой итог по эпидситуации по 2022 году. Я думаю, что не все успели к началу программы. Для тех, кто только что к нам присоединился, сегодня в нашей студии дежурные врачи нашей скорой телевизионной помощи. Игорь Цыганков, главный внешнестатный специалист в тезиатре Министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера. И Лада Барышникова, главный внешнестатный специалист, детский в тезиатре Министерства здравоохранения Самарской области и заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Мы сейчас с вами начали разговор, исходя из того, что все знают, что такое туберкулез, да? Но, возможно, это неправильно. И если предположить, что кто-то все-таки не знает, может быть, тогда вкратце сейчас просто скажем, что такое туберкулез и, ну, и дальше, соответственно, пути заражения этим. Вот в этой связи, во-первых, спасибо за вопрос, это действительно очень важно, понимать особенности вот этого заболевания. И здесь нужно сказать, что вот, так сказать, туберкулез, ведь Всемирная организация здравоохранения указывает на то, что одна треть населения Земли инфицирована микобактериями туберкулеза. Но инфицирование микобактериями туберкулеза – это не значит, что человек болеет. Почему? Потому что и иммунная система, и иммунитет контролируют эту ситуацию. И в организме микобактерии туберкулеза не размножаются. Они лежат тихонечко на полочке, да? Да, они лежат и дремлят. Есть даже такое вот выражение, называется «дарматное состояние», то есть сонное. И это может продолжаться длительное время, десятки лет, 10, 20, 30 и так далее. До момента, если вдруг под влиянием каких-либо условий иммунная система дает сбой. А что может спровоцировать уж тогда? Это может провоцировать стрессы, переутомления, высокие нагрузки. Ну, это то, что у нас у всех фактически. Это у всех, но при этом мы должны понимать, что вот если, так сказать, при обычных условиях вероятно заболеть туберкулезом в течение жизни при наличии вот там дремлющих микобактерий 5-10%. Это не много. А вот если у человека ВИЧ-инфекция, то вероятно заболеть в течение жизни повышается до 50%. И вот это очень важно понимать. Почему? Потому что вот сейчас ведущим фактором риска заболевания туберкулезом является ВИЧ-инфекция. Вот сейчас на современном этапе. И поэтому каждый человек, живущий с ВИЧ-инфекцией, должен знать, ему нужно знать, не должен, а нужно знать… У него микобактерии. Да, его уровень иммунитета. И для этого нужно знать вирусную нагрузку, которая должна быть ниже предела определения, то есть она не должна определяться. И уровень иммунных клеток, так называемых CD4, которые… Там нижняя граница нормы 500. Вот если у него 500-600, это отлично. То есть у него риск минимизирован. Ну, хотя бы они должны быть больше 350 и стремиться к их повышению. А для этого нужно постоянный прием антирессовирусных препаратов. Так же, как больная гипертоническая болезнь постоянно же принимает. Принимают, конечно. И здесь то же самое. То же самое. Влада Анатольевна, а пути заражения тоже необходимо же знать все эти вещи. Да, конечно, кто предупрежден, тот вооружен. Да, известное выражение. Пути заражения, в принципе, возможны все, какие вот есть пути заражения, известные в инфекционных заболеваниях, они присутствуют. Но как наиболее частый и ведущий путь заражения, конечно, это воздушно-капельный. И здесь необходимо еще вот такой нюанс добавить, как воздушно-пылевой. То есть воздушно-капельный – это при непосредственном, близком, тесном, длительном общении с больным с заразной формой туберкулеза. Вот, но в силу того, что микобактерия совершенно особенный микроорганизм, она обладает рядом просто уникальных, удивительных качеств, которые вот позволяют ей сохранять вот этот бит-процесс. Да, и в силу этого она обладает устойчивостью к различным факторам внешней среды. Поэтому она чрезвычайно жизнеспособна и сохраняет свою устойчивость вот в пыли, в различных каких-то вот загрязнениях на поверхности. Там, где пациент больной уже был, например, и он уже здесь не находится, а микобактерия осталась. И вот этот воздушно-пылевой путь, то есть он тоже возможен, и поэтому очень большое значение в профилактике, да, в системе вот мероприятий имеет такое понятие, как дезинфекционное мероприятие. То есть есть такое понятие, как заключительная дезинфекция, которая должна быть проведена обязательно, чтобы исключить из внешней среды вот эту микобактерию, которая где-то спряталась и ждет своего момента получить нового хозяина, как вот на языке микробиологии принято называть. Вот, но это основные пути, которые имеют значение вот до настоящего времени. А вот скажите, пожалуйста, у нас много всего в последние годы произошло в мире вот в связи с пандемией, в связи с СВО, какими-то еще такими серьезными моментами. Отразилось ли все это на противотуберкулезной службе областной? Ну, вот надо сказать, что пандемия COVID-19, фтизиаторы ее встретили во всеоружии. То есть за счет того, что нам удалось четко организовать разделение потоков. То есть все пациенты, которые поступают на сценарное лечение, они проходят у нас обследование на COVID-19. И если мы обнаруживаем у них вот это заболевание, они тут же изолируются и лечатся до выздоровления от COVID-19 в инфекционных отделениях. Это раз. Второе. То есть это вот разделение потоков, изоляция пациентов. Далее, вот если вдруг все-таки в отделениях противотуберкулезных возникает COVID, все-таки это же инфекционное заболевание, то вот эти, возникает, скажем, вспышка COVID-19, они тут же локализуются, опять же, тут же происходит изоляция вот тех пациентов, у которых был обнаружен COVID, на период лечения. И затем они снова продолжают лечение, уже возвращаются к нам из инфекционных отделений. И поэтому вот такого влияния, вот чтобы мы увидели вот негативного. То есть вас пандемия не пробила. Да, то есть мы как-то вот за счет именно карантинных, ограничительных мероприятий удалось с этой ситуацией справиться. Ну, я бы здесь хотела добавить, что как раз противотуберкулезная служба, врачи-фтизиатры в частности, они уже изначально в силу своих особенностей работы были готовы, потому что у нас вопросы инфекционной безопасности при организации деятельности учреждения, это первые были вопросы. И мы их знали, то есть они соблюдались, используя средства индивидуальной защиты, использование дезинфекционных средств при обработке поверхностей. Если другие медицинские организации приходилось перестраивать, и это потребовало естественной времени, каких-то усилий, вот, то врачи-фтизиатры были к этому готовы, это первое. А самое главное, наверное, да, что вот эта пандемия, вот эта информационная составляющая научила население, то есть обучила население вопросам инфекционной безопасности, и люди просто элементарно стали понимать, что мыть руки – это важно, что носить средства индивидуальной защиты – это важно. Если даже кто-то сомневался, он выяснял, почему это необходимо, масочный режим получал, разъяснение, и, в общем-то, соблюдение вот этих элементарных простых правил позволяло вот эту инфекционную безопасность обеспечивать. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с туберкулезом, вы можете позвонить, наши гости на них ответят. А сейчас мы с вами на минутку прервемся и узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. В регионе уменьшилось число заболевших гриппом. За прошлую неделю зарегистрировано 92 случая заболевания. Также идет на спад число заболевших ОРВИ. Однако показатели по-прежнему превышают уровень эпидпорога на 53%. Студенты медицинского колледжа имени Ляпиной посетили строящуюся поликлинику микрорайона Болгарь. Работа по привлечению специалистов в новые учреждения идет уже сейчас. Будущим медикам рассказали о его структуре и возможностях потенциального трудоустройства. В Самарской области развивается служба помощи пациентам с вирусным гепатитом С. На базе городской поликлиники номер 10 создан гипотологический центр. В поликлинике номер 3 города Тольятти работает подразделение по отпуску препаратов. Скоро откроется подобное подразделение и в Сызрани. Жители Кинель-Черкасского района проходят обследование в новом приемно-диагностическом отделении ЦРБ. Это упорядочит оказание консультативной помощи, сделает ее более доступной и современной. Врачи работают на новейшем оборудовании – компьютерном томографе, многофункциональном рентгенаппарате, системах ультразвуковой и эндоскопической диагностики высокого класса. На базе клинического госпиталя для ветеранов войн создается отделение медицинской реабилитации. Проходить ее будут военнослужащие, вернувшиеся с СВО, члены их семей, ветераны боевых действий. Уже сегодня работает специальный центр, который осуществляет медицинское сопровождение военнослужащих и членов их семей, координирует организацию медпомощи и лекарственное обеспечение. Игорь Леонтьевич, у многих есть такое восприятие лечения туберкулеза как нечто принудительное, закрытое. На самом деле, на сегодняшний день люди как-то сознательно относятся к осмотрам, к лечению. Как вот это происходит? В большинстве случаев большинство наших пациентов понимают необходимость лечения и понимают опасность заболевания. И надо сказать, что мы стараемся всегда нашими пациентами объяснять им, что лечение туберкулеза, мы сейчас имеем такие возможности в этом направлении, что для нас сейчас важнее даже приверженность к лечению со стороны пациента и его понимание о том, что нужно пройти определенные этапы, и, скажем, начинаем мы с этапа круглосуточного стационара, после того, как мы добиваемся прекращения бактериевого выделения и опасность для окружающих существенно снижается. Дальше начинается либо этап дневного стационара, либо этап санатория, а затем амбулаторное лечение. И здесь вот минимальный срок лечения, который требуется для того, чтобы добиться, это где-то от 6 месяцев до 26 месяцев. И если мы видим приверженность, то, как правило, успех обеспечен. Больше того, даже в сложных случаях, когда мы сталкиваемся с лекарственной устойчивостью микробактерии туберкулеза, и это тоже преодолимо. Во-первых, мы назначаем не один препарат, а несколько. Таким образом, фактически мы не даем микробактериям туберкулеза приспособиться. Это раз, а потом у нас есть и хирургические методы лечения, в том числе эндоскопические. Дальше нашим пациентам доступна высокотехнологическая медицинская помощь в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому здесь, я бы даже сказал, важна приверженность к лечению. В отношении принудительного лечения, для того, что законодательство Российской Федерации не предусматривает принудительного лечения больных туберкулезом с ограничением свободы. Такого нет. Есть обязательное лечение, когда суд обязывает гражданина провести, выполнить те рекомендации, которые дают им офтизиаторы. До такого тоже может доходить. До такого доходит. И это, конечно, значительно меньшая часть пациентов. Но такое бывает. И в чем проявляется обязательность в такой ситуации? Если у нас есть решение суда об обязательном лечении туберкулеза у гражданина, больного заразной формой туберкулеза, он покидает, а он, несмотря на решение суда, покидает сценарий, обычно мы обращаемся в службу судебных приставов, которые его снова и снова возвращают. Но все-таки большинство наших пациентов понимает необходимость. И, в общем, тем более, что мы постоянно работаем в этом направлении. И больше того, ведь есть еще и контактные лица, те, которые живут рядом с пациентом. Это же тоже для них риск. И мы с ними работаем в этом направлении. Здесь, да, вы вынуждены и ту, и другую сторону учитывать, конечно же. Лада Анатольевна, вы сказали о том, что родители молодцы, благодаря этому, в общем, вы тоже справились, и идет уменьшение заболеваемости. Означает ли это, что вы перестали бороться с антипрививочниками, и все здесь у нас хорошо? Благополучные результаты свидетельствуют о том, что нельзя прекращать те усилия, которые уже показали результат, а нужно их удерживать на этом уровне. И, конечно, наши все мероприятия мы ни в коем случае не прекращали. То есть, если пациенты понимают, если пациенты привержены, то мы продолжаем вот ту реализацию той системы, которая существует, чтобы эти результаты у нас продолжали существовать, и дальнейшая динамика снижения наблюдалась. А что по поводу прививок? Все-таки эта волна поулеглась в отношении туберкулеза? Ну, волна максимума достигла в 2014 году, когда были изменены требования санитарного законодательства, и, конечно, это вызвало и ряд вопросов, так скажем, и ряд недовольства. Ряд недовольства. Вот с этого момента началась очень активная разъяснительная работа. И на сегодняшний день, опять же, с учетом, вот о чем мы уже говорили, чему нас научила история с новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день, я бы сказала, что острота этого вопроса, конечно, прошла. И если на сегодняшний день есть такие пациенты, они есть, единичные, конечно, есть, мы их приглашаем, как правило, на заседание врачебной комиссии и рассказываем, информируем, то есть добиваемся взаимопонимания медицинского работника с пациентом. То есть это мы продолжаем, ну, я считаю, достаточно эффективно. И я бы хотел это дополнить тем, что вот все мы знаем прекрасный мюзикл «Сапор Парижской Богоматери», да, «Квазимода», «Горбун». Это ведь проявление туберкулеза. Да что вы! Да, то есть туберкулез тут тоже, так сказать… Никогда бы не пришло в виду. Да, да, да. И а мы сейчас ведь, я вот в своем детстве, вот, ну, горбатый человек, это не была редкость, сейчас их нет. Почему? БЦЖ, БЦЖ и нет. Вот уже. Поэтому нет «Квазимода». Да, да, да. А у нас времени совсем немножко осталось до конца программы. Давайте, знаете, о чем поговорим? Вот мы вначале сказали, что требуется как усилие медицинской службы, как усилие всеобщества, так и усилие каждого отдельного гражданина. А в чем они? Вот что нужно каждому нам знать, из нас знать, понимать и делать? Ну, если, например, говорить о детях, то каждый взрослый должен понимать, что игнорируя или забывая, неумышлено даже просто в силу занятости, обследование флюорографически себя, он тем самым подвергает риску не только свое здоровье, а прежде всего и здоровье детей, которые находятся рядом. Потому что здоровое взрослое окружение – это самый надежный залог здоровья наших детей. И хотелось бы напомнить нашим гражданам, что сейчас проводится широкая кампания по диспансеризации населения. И здесь нужно запомнить очень два простых момента, что лица от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, а лица в возрасте 40 плюс проходят ежегодно. И в процессе диспансеризации можно выявить целый ряд проблем, которых можно предотвратить, о чем вот говорил Влада Анатольевна, как мы предупреждаем развитие туберкулеза у детей, так же можно у взрослых. А поступают ли вам сигналы, когда во время диспансеризации обнаружился именно туберкулез? Ну и будем лечить. Подозрение на туберкулез, конечно, требует дальнейшего детализации, да, конечно. Да, и мы, как правило, в течение, там, ну, где-то до четырех недель мы разбираемся в этой ситуации и принимаем меры. Либо, если это, так сказать, латентная, скрытая туберкулезная инфекция, то проводятся профилактические мероприятия, а если все-таки это активный туберкулез, тогда лечение. То есть диспансеризация, в общем-то, вам серьезную помощь в этом тоже. Однозначно. Конечно. Дорогие друзья, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Со зрителями мы прощаемся ровно на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова